Задача. Построить линию пересечения поверхности открытого тора фронтально проецирующей плоскостью и показать ее видимость. Тор задан очертаниями. Секущая плоскость проходит через экваториальный диаметр тора и касается его фронтального меридиана. Вот давайте посмотрим. Это у нас здесь фронтальная проекция, вот сам тор и вот это есть эта плоскость, которая задана. На горизонтальной плоскости у нас здесь есть только лишь сам тор, ну а плоскости нет, мы должны там построить линию пересечения. То, что фронтально проецирующая плоскость у нас пересекает тор, это дает нам возможность сразу определить линию пересечения. Эта линия пересечения на фронтальной плоскости будет вот здесь, от точки, вот где касается, да, то есть от точки 1 и до точки, где касается, это точка 7. Вот это будет у нас линия пересечения. Ну, тут она, видите, не совсем видна, да, тогда мы, что мы сделаем? Разорвем ту, соответственно, вот этот кусочек мы удалим и удалим. Для того, чтобы она четко видна наша линия пересечения. И вот ее поставим сюда. Вот она есть. Для того, чтобы построить эту линию пересечения на горизонтальной плоскости, то необходимо выбрать какие-то точки здесь и эти точки построить там, на горизонтальной плоскости. Значит, ну, конечно, надо выбрать начало, конец, точка 1, 7. Точка здесь, которая проходит по центру, 4. Ну, а точки 2, 3, 5, 6 я поставил произвольно, ну, приблизительно разделив отрезок 1, 4 на 3 части. Да, здесь нет необходимости точно каким-то образом ее выстраивать. И теперь через каждую точку проведем секущую плоскость. То есть мы воспользуемся методом секущих плоскостей. Проведем так. Вот проведем здесь секущую плоскость. Теперь давайте подумаем. Секущая плоскость является фронтально проецирующей. Она обрежет наш торм. И что мы будем видеть в результате? Мы будем видеть следующее. Вот точка пересечения. Спроецируем ее вниз. Дальше вторая точка пересечения. Спроецируем ее вниз. И мы проведем окружность из центра до этой точки и до этой точки. То есть мы будем видеть, когда проведем такую секущую плоскость, что? Вот тор, сам тор будем видеть. И плюс будем видеть две вот эти окружности. Это здесь, на этом участке будет плоскость. А точка наша 1, она находится где? На плоскости. Поэтому что мы можем эту точку сейчас прямо и найти, и поставить. Вот эта точка. Обозначение мы скопируем сверху. И поставим его вниз. Вот точка 1 найдена. Будет ли эта точка, она могла бы быть в двух местах, да? Но больше нигде нет. Она на внутренней части, вот на внутренней часть, в одном месте пересекается. Все. Я буду линии построения убирать, для того, чтобы четко было видно, что и как мы строим. Так, теперь следующую проведем в текущую плоскость. Проведем ее через точку 2. При этом у нас получится, что? Ну, такая же самая картина, но единственное, что радиусы окружностей будут другие. Будут другие. Вот я провел ее вниз. И теперь изображу, ну, две окружности. Одну такого радиуса и вторую. Вы видите, что вот она не совсем красива. Точно надо. Одну будет вот такого радиуса. А вторую, ну, вторую мы могли бы и не проводить. Она нам не нужна, но чтобы было понятно, проведем. Вот, смотрите, вот такая плоскость наверху Тора есть. И точка наша 2 будет пересекать внутреннюю окружность в двух местах. В двух местах. Первое место это вот здесь. Второе место, где она будет пересекать, это вот здесь. Так. И подпишем эту точку сразу. Один раз. И второй раз. Подписали. Ну, уберем точно так же все наши линии построения. И перейдем к точке третьей. Рассуждать будем точно таким же образом. Приведем горизонтально линию. Это фронтально проецирующая плоскость у нас будет, секущая. Дальше. Дальше. Опустим. Вот так. Линия проходит. И вторая. Вот так. Близко. Но не совсем. Да? Вот так. Изобразим окружности, которые у нас будут получаться. Надо точно. Одна и вторая. Видите, близко, но не совсем. Провели. И теперь спроецируем точку 3. И будем смотреть, где она будет пересекать у нас окружность. Она лежит же в этой плоскости. Так. И она будет пересекать у нас вот здесь. Есть. И смотрите. Она будет пересекать у нас окружность. И внутреннюю. И она будет пересекать окружность здесь, в данном случае, наружную. Для точки 2 тоже надо проверить. А внутреннюю и наружную. Ну, поскольку у нас будет с двух сторон точка. Она может лежать здесь и здесь. Потом посмотрим, какая точка нам будет нужна. Здесь скопируем. Перенесем. Поставим. Точка 3. Точка 3. Точка 3. И точка 3. Уберем. Линии построения. Вот это, 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 это и это. И ту внутреннюю окружность. Убрали. И вот эту тоже. Так. Теперь через точку 4. Проведем секущую плоскость. Провели. И посмотрите, где в данном случае будет у нас пересекать плоскость по центру. То есть, если мы спроецируем сюда линию, то что вот эта окружность и плюс вот эта окружность будут давать положение точки 4. Значит, нам остается провести линию связи. И когда мы проведем, то точки 4 окажутся где? Вот здесь, в этих местах. Теперь проставим точки 4. Так, дальше. Вот здесь. И внизу. Ну, точно так же подпишем эти точки. Одна здесь. И вторая. Здесь. Дальше. Здесь. Скопируем. И. Сюда. И внизу. Сюда. Так. Все. Дальше. Переходим. Ну, смотрите дальше. Если все вот эти точки, которые я сейчас изобразил, мы будем с вами видеть. Да? Будем видеть. То точки, которые лежат ниже, то мы их видеть не будем. Но так остальное, принцип остается такой же. Мы их поэтому отметим в скобочках. Так. Проведем. Рассекли. Провели линию связи вниз. Провели линию связи вниз. Здесь изобразили две окружности. Одну такую. И вторую. Вот такую. Вот так. И теперь ищем точку 5. Точка 5 у нас будет лежать. Вот здесь. Ну, поставим их. И. Не просто поставим. А поставим ее в скобочках. Чтобы мы сразу видели, что эта точка будет у нас вот так. Так. Где она будет? Вот туда. Тут. И мы ее сразу преобразуем, чтобы она была в скобочках. Так. И так. Так. И отметим кружком. Кружком положение точек. И скопируем наименование. Значит, вот это скопируем. В одном месте. В втором. И третьем. Дальше. Уберем вот эти линии построения. И уберем вот эту. Теперь точно так же поступим с шестой. Провели. Горизонтально. Дальше. Точки пересечения спроецировали. Провели окружности. И нашли положение точки шесть. И нашли положение точки шесть. Скопируем. И точку шесть. Скопируем. Поставим ее сюда. Теперь ее преобразуем. Чтобы были у нас скобочки. Так. Теперь ее скопируем. И поставим здесь. Здесь. Ну и здесь. Поставили. И осталась у нас точка седьмая. Поступим с ней точно так же. Проведем через нее секущую плоскость. Вот здесь. Там где у нас она будет пересекать. Проведем вертикальные линии. Ну если не хочет. Мы так проведем. Здесь важно точно. Поскольку здесь. Видите. Совсем маленький у нас. Получается промежуток. Так. Теперь проведем окружность. Вот такого радиуса. И большого. А теперь найдем положение точки семь. Вертикально вниз. Ну и очевидно. Что где она у нас должна быть. Ну либо здесь. Мы пока отметим все точки. Потом будем разбираться. И скопируем точку семь. Поставим ее сюда. И преобразуем. Так. Теперь еще раз скопируем. И обозначим. Ну собственно это последняя точка. И давайте мы еще. Так. Что еще. Ну наверное все. Что необходимо. То будем добавлять. Так. Теперь будем строить линию. Сначала участок. Тот. Который является видимым. Наша линия. Должна начинаться где? Точка один. То есть мы строим. Вот эту половинку. А потом вторая. Она будет точно такая же. Да. Точно такая же. Смотрите. Значит она у нас идет как? До куда что видно? До точки. Вот этой четыре. Да. Мы ее. Вот тут обозначили только. Значит она у нас идет таким вот образом. Один. Потом. Два. Три. И четыре. С противоположной стороны будет такая же картина. Один. Два. Три. Четыре. И вот так. Построим. Это одна часть. Так. Дальше смотрим. Идет. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Да. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Как эти точки будут дальше идти? У нас. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И. Вот у нас тут еще есть. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И тоже точки три. Они у нас есть вот здесь. С той стороны. С той стороны. О чем это говорит? О том, что наша линия пересечения. Вот видите. У нас есть тут еще точка три. И тут есть точка четыре. О том, что наша линия пересечения, она будет идти так. Будет идти отсюда и туда дальше еще. Видимая часть. Значит, ее мы с вами и построим. Дальше. Точки один. Точки один. Дальше. Ну, мы не построили здесь точку два. Да? Могли ее построить. Тогда было бы красиво. Три. И вот так ввели. И построим дальше здесь еще одну часть. Один. Должны мы построить вот так. И дальше точка три. И четыре. И дальше вот так. Вот у нас получилась видимая часть нашей линии пересечения. Видимая часть линии пересечения. Ну, а теперь невидимая. Невидимая идет как? Дальше. Четыре. Пять, шесть, семь. Смотрим. Пять, шесть, семь. Один кусочек. Так. Здесь пять, шесть, семь. У нас получается. Пять, шесть, семь. И здесь пять, шесть, семь. Также идет пять, шесть, семь. И здесь будет пять, шесть, семь. И здесь мы их замкнем. Вот тут должен получиться такой замкнутый кусочек. Да? Давайте мы ее сейчас и построим. Опять же, это будет линия кривая. Смотрим. Вот у нас есть четыре. Пять, шесть. Пять, шесть, семь. Ну, а дальше пока подождем. С обратной стороны построим. С обратной стороны построим тоже. Четыре, пять, шесть, семь. Вот так. И дальше подумаем, как эта линия пересечения должна быть у нас. Линия пересечения. Дальше от точки семь. Вот этой. Должна она попасть на дальше. Точку шесть, пять. Да, вот сюда. От точки семь. Дальше точку шесть. Пять. И вот сюда. Вот так. Некрасиво получилось. От точки вот этой семь. Дальше. Она должна попасть на точку шесть, пять и четыре. И вот так. Противоположной стороны. То же самое. Семь. Шесть. Пять. И четыре. Вот так. Ну, вот такая получилась линия пересечения. Линия пересечения. И вот тут единственное может быть такой острый кусочек, да. Его бы желательно сделать не таким острым. Поскольку вот у нас вот эта одна часть линии пересечения. Вот вторая часть линии пересечения. Здесь невидимая. А здесь невидимая для вот этого овала. Вот здесь фигура должна быть похожа больше немножечко на овал. Хотя мы строили точно, да. Ну, и она, в принципе, такая и должна быть. Все. В принципе, наша фигура сечения построена. Продолжение следует... Продолжение следует...